Здравствуйте, а не взять ли нам реванш? Сегодня на мемориале Гранаткина определились финалисты. В решающем матче, который состоится в воскресенье, сойдутся сборные России и Японии. Напомним, на юношеском чемпионате мира среди 17-летних, который проходил осенью в Эмиратах, команда Страны Восходящего Солнца нанесла подопечным Дмитрия Хамухи довольно обидное поражение 1-0. Теперь у наших появится хороший шанс вернуть должок. На нынешнем мемориале Гранаткина сборная России буквально сметала своих соперников. Три матча на групповом этапе, три крупные победы с общим счетом 16-2. Однако противник в полуфинале совсем не мальчик для битья. Сборная Словакии, к слову, тоже участник недавнего юношеского чемпионата мира. Так что ничего удивительного, что гости открыли счет. Впрочем, сборная России приходила в себя недолго. Александр Зуев вскоре прекрасным ударом восстановил равновесие. Ну а после перерыва сборная России окончательно прибрала инициативу к своим рукам, что вылилось в дубль Аяза Гулиева и победу со счетом 3-1. В перерыве нам тренер сказал, что играете не очень хорошо. В перерыве не настроились. Поэтому перерывы уже переосмыслили и вышли с боевым настроением уже. Поэтому так переломили игру. С японцами на чемпионате мира уже встречались. Вот какие-то реваншистские настроения в связи с этим будут? Да, конечно. Тогда очень сложно было. Они нас, честно говоря, повозили. Конечно, будем биться, стараться их, но отомстить им. Команда Японии в Петербурге играет, может, и не так эффектно, как наша сборная, но вполне уверена. Очков не теряла. И что забивать тоже умеет, всем показала. В полуфинале японцы довольно легко разобрались со сборной Турции 3-0. Так что в решающем матче встретятся достойные соперники. Сергей Маслов, Игорь Иванов, Александр Остапенко, Татьяна Кудрина, последнее известие спорт.